Ролик для конкурса «Моя Россия» на канале Иоганн Себастьян на тему красота природы и страдания души. Привет, дорогие зрители канала Иоганн Себастьян. Я одинокий леопард, и это моя Россия. Конечно, не вся Россия, вся Россия очень велика. И она не моя, ибо мне не принадлежит. Я чувствую себя здесь гостем, который понимает, что засиделся в гостях и пора уходить. Это страна контрастов. Я имею в виду природные контрасты, ибо все рукотворное здесь, очень однообразное и невзрачное. Не радует душу своей красотой, а наоборот, заставляет страдать от голода по-прекрасному. Я знаю, что говорю, ибо поездил по стране, когда работал, и видел много городов. Это словно борьба жизни и смерти, красоты и безобразия. Причем смерть здесь всегда побеждает в частном случае, но жизнь вечно в проявлении красоты природы. А красота природы есть проявление Бога и красоты его замысла. Здесь я расскажу вам о моей России. Но не о всей России, а о своем районе, в котором я живу. Давайте перенесемся от этих строек 21 века на природу, в лесопарк, единственное место в районе, где можно отдохнуть душой. Я покажу, насколько природа, даже маленького, заурядного лесопарка, превосходит этот безумный материализм своей красотой. Быть может, что красота природы, это все, что осталось для души в моей России. Сейчас я помолчу, чтобы вы могли услышать эту симфонию леса. Я уверен, что пение птиц, шелест листвы, свежий и вкусный лесной воздух после субботнего дождя, Игра лучей солнечного света, проходящих сквозь листву деревьев, это симфония леса, гораздо красивее любой классической музыки. Красивее Баха, Шопена и Моцарта. Никакое произведение человека не способно приблизиться к природе и к творчеству Бога. Великие композиторы лишь пытались приблизиться к Богу. Поэтому одинокий леопард не слушает музыку, он ходит в парк и слушает симфонию леса, уходя от шумного города и наслаждаясь природой. Конечно, иногда, даже в этом храме природы, встречаются люди на мотоциклах и велосипедах. Непонятно, зачем они ездят по парку, ничего не видя и не слыша. Это безобразие на фоне красоты природы заставляет душу страдать. В этот день я долго гулял по парку, думая о ролике для конкурса. Что рассказать? Что показать? Прогулка по парку хорошо просветляет сознание. И вдруг, я увидел старый пень в стороне от дороги и решил к нему подойти, чтобы осмотреть. Мне показалось, что он очень гармонично вписывается в окружающий лес. Я думаю, что это потому, что он старый, и природа уже успела, за много лет, исправить безобразие людей, спиливших дерево. И теперь, он красивый. Природа восстановила гармонию. А я пошел дальше по дорожке, как вдруг увидел еще один пень, свежий. Люди достали его и зачем-то бросили у края дороги, словно показывая всем свое творчество. Я сразу отметил, как уродливо это выглядит, что он совсем не вписывается в окружающий лес, он даже не гармонирует с дорожкой, сделанной людьми. И тут я внезапно понял, что творчество людей в моей России никогда не сравняется с Богом и с природой, даже не приблизится к нему. Люди здесь никогда не смогут повторить природу и создать красоту. У них нет творческого начала. Нет души. Они не могут созидать. Я считаю, что именно этот пень на краю дороги символизирует мою Россию. Жестоких людей, которые прославляют палачей и презирают художников. Как сказал мой отец. Зачем нужны эти художники и писатели, всякие барзаписцы вроде Достоевского. Работать надо, страну развивать. Да, этот пень, еще одна монетка в мою копилку причин для эмиграции из моей России. Ну а пока я здесь, для меня моя Россия, это этот лесопарк и остатки красивой природы в нем. А вот здесь, возвращаясь из парка, я могу увидеть будущее и как в него вкладывают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!